Итак, в этом ролике я хочу показать, что происходит в режиме десульфатации. Попытаться, по крайней мере, показать. Вот как видим, сейчас, секунду, увеличу. Это первая камера по минусу. Можно сказать, тут ничего такого не происходит. Видите, маленькие шарики по чуть-чуть выходят, но активности здесь нет. Это говорит о том, что эта банка больше всего подвержена вот именно сульфатации пластин. Остальные, смотрите, какая реакция идет. Маленькие-маленькие шарики. Вот такая вот идет. Вот эта камера вообще отлично работает. Посмотрите, какие красивые маленькие шарики. Если присмотреться сбоку, они подпрыгивают очень высоко. Видно, что химический процесс идет хорошо. Следующая камера. Менее активно. Тут больше и большие идут. Маленьких мало. То есть, вот эта камера регенерирует. Так, дальше. Видим, тоже хорошо идет. Десульфация пластин. То есть, прям подпрыгивают шарики. Вот их можно наблюдать. Я не знаю, это как дождь сверху. Они прям подпрыгивают быстро и медленно опускаются. Главное, объектив у камеры не спалить. То есть, сейчас я расскажу вам технологии. Сейчас посмотрим все камеры. Здесь вот хорошо тоже идет. Вот когда они идут маленькие, это говорит о том, что вот именно пробивает. То есть, хорошая... Связь, что ли. Это вроде плавают кусочки. На самом деле, это не кусочки. Это, не знаю, что-то там от чего-то отделяется. И вот так вот на камеру это все показывается. Тоже неплохая реакция идет. И вот здесь вот, смотрите, вообще отлично. Хотел изначально без включения десульфатора подключить. Прямо здесь громадно идут. Ну, тоже восстановление идет. Это у нас плюс, последнее. Так, 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 последнее. Что я хотел еще тестер подключить. Где, где, вот, показать просто напряжение какое. Это идет замес смеси. То есть, ну, я напомню, что вот, Бош, я тестирую все. То есть, он прогоняет аккумулятор. Вот, не знаю, сейчас посмотрим, напряжение изменилось, нет. И потом скажу, что происходит дальше. Так, сейчас. Так. Напряжение 1586. Ток у нас составляет по плюсу. Полтора ампера. Для 190-го это ни о чем. То есть, суд такая. Он поначалу пробивает. После того, как напряжение вроде бы повышается до каких-то значений, которые заложены в прошивке. Так, пусто уже. Так, пусто уже. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, капец, короче. Ну, в общем, суть понятна. 14. О, 15, почти 16. Сейчас он до конца догонит. Там, я не знаю, до какого количества. И на дисплее вот здесь вот. У нас будет подсчет примерной емкости. То есть, он разряжает, заряжает. И смотрит, за какой промежуток времени, сколько там зарядилось в нем. После того, как он произведет данные, он начнет именно пульсациями управлять аккумулятором. Что делать надо именно при таком режиме работы. Это включаем в режим зарядки, заряжаем аккумулятор, потом даем остаться пару часиков, потом включаем десульфатор. Потом на десульфаторе он догоняется вот именно до индикации, что производится десульфация. И на этой десульфации гоняем, например, день. День погоняли, отключаем, он отдыхает немножко, заряжаем его опять, опять даем отдохнуть. И в таком духе все происходит у нас полкругу. Вот что я заметил, я вот не успел снять изначально, что здесь было, я снял. А вот что сейчас реакция пошла, я тоже снял. А вот надо было в момент, когда он отдохнул. То есть почти все секции, кроме, если не ошибаюсь, то ли вот этой, то ли вот этой, немножко мутновато. Немножко, но там видно уже было. До этого вообще все это, начиная вроде бы отсюда, уже муть пошла. Последним по плюсу это был полный абзац. Теперь понятно, почему минусовая умирает быстрее. Вот здесь вот реакция более такая неспешная идет. А то, что я думал изначально, думал по плюсу, то, что здесь муть. Оказывается, когда муть, это значит аккумулятор работает. То есть минусовая клемма проблемная. Именно в солнечных системах получается. Так что стоит на это обращать внимание. Если аккумулятор разборный, то в принципе можно поглядеть. А также вот у некоторых аккумуляторов есть вот такие вот выходные газы, чтобы выходили. Можно купить силиконовый шланг. Он там тонкий, продается для жигулей. И вывезти это все нам примерно на улицу. С этой стороны вот есть тоже отверстие. Но тут можно поставить заглушку. Все будет отсюда выходить. Так что вот таким вот макаром у нас происходит восстановление. Интересно просто, у меня как это ведет вот здесь. Первый индикатор горит. Тут я так понял, по три на каждую. Или по три, или по четыре. Короче, у меня горит первый вот здесь красный. Вот интересно, дойдет вот хотя бы вот эту полностью заполнит он или нет. Ну, соответственно, поживем, увидим в будущем. Да покажу. Пока что пытаюсь его отрегенить. Но то, что здесь пока идет реакция, это хороший знак. То есть шанс его восстановить еще есть. То есть если немножко запустить, как раз после сульфации пластину, то есть тут уже будет капец просто. То есть его не восстановить. Будет работать именно пять банок из шести. Так что стоит все-таки позаботиться об этом заранее. В общем, сейчас посмотрим, воскресит он или нет. Но здесь должна быть такая же реакция, либо как здесь, либо как хотя бы в крайних банках. Здесь более сильная реакция может быть из-за того, что вот эта банка, она больше коротит, чем отдает что-то. Но напряжение он держит, а емкость нет. Так что вот из-за этого я произвожу вот такой вот нехитрый процесс, так скажем. Тряпочка лежит. Тряпочкой, кстати, влажной нужно протирать. Обязательно сейчас пойду тряпку отмывать. Я вот протер два аккумулятора, отмыл вот эти кислотные высохшие пятна, чтобы тряпка не прогорела. То есть она со временем полежит и может ее просто прожечь. То есть рекомендую, если берете ветошь какую-то, обязательно мойте. То есть надо обязательно все промывать. То есть лишние вот эти вот испарения, которые здесь идут, ну они никому не нужны. У меня, слава богу, здесь вентиляция есть, это меня спасает. Вот такой вот мини-ролик. Всем спасибо, всем пока.